Всем привет! Начинаем очередное путешествие наше по Васильевскому острову Моль Васильевский. Доходный долг Долгополова. До 19 века здесь были деревянные постройки. В 1910-1911 годах архитектор Вандер Гюхт по заказу потомственного почетного гражданина купца Долгополова построил этот шестиэтажный доходный дом в стиле модерн. Так вот, Долгополов Максим Александрович был купцом потомственного почетного гражданина. Надо отметить, что на потомственных граждан распространялось первое. Они освобождались от подушной подати, от налогов это не освобождало. Освобождались от рекрутской повинности. Но, пожалуй, самое главное это освобождение, конечно, от телесных повинностей. Ведь купец, миллионер даже мог помнить, что в любом полицейском участке его могут подвергнуть наказанию, к примеру, пройтись розгами. Владание статусом почетного гражданина не являлось преимуществом на государственной службе. Ну, а в общем-то, весь смысл существования этого института состоял не столько в побретении привилегий, сколько в том, чтобы предохранить почетные роды граждан от упадка, открыть вязащее поощрение к труду и благонравию. Так написано в документах. Долгополов был почетным гражданином, купцом, торговал строительными материалами, гончарными и цементными плитами для полов и стен. И облицовочный кирпичом. Берой был православный, 50 лет. В общем, у него была маленькая строительная контора. В 16-м году этим домом стал владеть такая вот интересная фамилия Дружина Артемович Сергей Иванович. В 1914 году здесь жила вдова Дмитрия Ивановича Тармолатова. Тармолатова был членом правления Азовского Донского коммерческого банка. У них была большая квартира. И в этой квартире на пятом этаже на 17-й год было 4 дочери проживало и вдова Дмитрия Ивановича. Так вот, дочери, их звали Анна, Сара и двойняшки Вера и Надежда, получили отличное образование. К примеру, Евгений Эмильевич Мандельштам, который стал мужем Надежды, одной из дочерей, писал, что все сестры получили отличное домашнее образование, отлично знали языки, были очень много начитаны. Почему? Да потому что до революции каждый год Дмитрий Иванович Дармолатов увозился в семью за границу во Францию, Италию, Австрию, Германию, Швейцарию. Конечно, они там посещали музеи, видели эту красоту, и это все формировало вкус и сознание сестер. Так вот, мужем одной из дочерей стал Евгений Эмильевич Мандельштам, брат Осипа Мандельштама. Анна Дмитриевна, другая дочь, окончила Бестужевские курсы и вышла замуж за театрального деятеля Сергея Эрнестовича Радлова. Мандельштам пишет, что отец Сергея Эрнест Леопольдович был крупным философом, другом Соловьева, нашего историка. Он много лет занимал должность директора публичной библиотеки, очень солидная должность. В общем-то, у Радловых, то есть у Анны и Сергея, здесь был некий петроградский салон, петроградская интеллигенция, литературный салон. Здесь были поэты, художники, ученые, они устраивали театральные зрелища. Надо отметить, что все начинания Радлова поддерживал Горький, у которого и Анна, и Сергей часто бывали в 30-е годы. И кто знает, может быть, здесь и Горький сюда заходил, может, не знаю. Радлов получил особую известность как постановщик Шекспира, прославился спектаклем, который ставил в Москве с Михоэлсом «Король Лир» в Еврейском театре. Сама Анна Андреевна уже приобрела известность к поэтессе в 1910-х годах, включилась в работу над переводами зарубежной классической современной прозы, заведовала литературной частью в театре Ленсовет перед Великой Отечественной войной. В 1942 году они эвакуировались, попали в оккупацию, и она была депортирована в Германию, затем во Францию. Ну, как у нас бывает, после того, как они вернулись в СССР, они были приговорены к 10 годам заключения. Анна Радлова умерла в лагере после инсульта, ее муж дожил до реабилитации в 1957 году. Вот так вот приехали домой на родину. Следующая дочь Дармолатовых, Сара Дмитриевна, вышла замуж за художника Лебедева, а Лебедев был ультра-ученик Шеруда Кузнецова. Кстати, она писала портреты Твардовского, художника Татлина, писателя Поустовского. Выполнила памятник Борису Пастернаку, переделкина, высекла портрет поэта в камне. Младшая дочь Дармолатовых, Вера, покончила с собой, она выбросилась из окна пятого этажа. Надежда вышла замуж за Мандельштама, брата поэта Осип. Умерла в 1922 году при неудачных родах. После революции квартира стала коммунальной. Здесь, кстати, была невестка Менделеева Варвара Кирилловна, дочь художника Лемахова. А также здесь жила близкая подруга Надежды, Дугополова. Подруга по Бестужевским курсам Елена Боротынская. Своим мужем, социологом Сорокиной. Отсюда супруги впоследствии уехали за границу, где Петерин Сорокин получил мировую известность. И так здесь бывали Осип Емельевич Мандельштам, Петерин Сорокин. Жил здесь советский ботаник Николай Иванович Кузнецов, который совершил по поручению императорского русского географического общества несколько ботанико-географических исследований экспедиции по Кавказу. Затем здесь были размещены курсы радистов в 1921 году. Впоследствии это был просто жилой дом. Ну вот, собственно говоря, и все про этот дом. Вот такой дом очень достаточно симпатично смотрится. Видите, сколько здесь интересных личностей жило. И таких домов у нас в Петербурге на моем Васильевском острове просто очень много. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok